Немножечко слабо. Вот здесь агрессивно, но здесь это красная карточка. В штрафной, понимая, что перед ними Мбаппе, поэтому можно там повозиться с мячом. Закончилось это чем? Ну правильно, через секунду буквально они точно в такой же ситуации привезли гол. Правда, отнимал мяч Мбаппе. Вот как это случилось. Ну казалось бы, ладно, хрен с ним, играем дальше, у Эгресси нормальный состав. Но играть дальше уже не получалось, потому что в Эгресси удалили игрока. Вот за это. Не, ну по телеку все очевидно. Реально, чувак в черном толкает, чувака в красном. В лицо тот хватается, падает на газон, страдает, подбегает судья и вот что говорит. Вы поговорите об этом с Антоном Поповым или Дмитрием Кузнецовым, они вам скажут наоборот, что надо относиться, что... Вот, и чел, который толкнул в лицо, говорит судей, иди типа повтор, позади, ну вот диалог. И он в лицо толкнул. Да, брось, пойди посмотри. Не буду смотреть. Брось, посмотреть, ничего смотреть, совершенно Андрей Чалли не собирается. И он такой, не, 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 я повтор не пойду смотреть, я гений. Вот его там матча, а я ему напомню, что есть и оранжевые карточки, красная. Еще раз, это медиалига, у судей есть возможность посмотреть повтор. Он говорит, не буду, но давайте мы посмотрим. Ну и что мы с вами видим? Игрок Эгресси действительно фалит, но его толкает игрок Тудроц и получает точно такой же толчок в грудь, но падает и хватается за лицо. Но нет там красной, либо обоим красная. Ну, штаб Эгресси, естественно, берет челлендж и все уверены, что вот сейчас либо судья отменит красную и даст желтую игроку Эгресси, либо даст красную фортуне. Потому что Тодд и первым толкнул и симуляцию сделал, имитировав удар в лицо. Но судья вот так все объясняет. Агрессивно Тодд, черный толкает. Так же, как я видел. Красный, ну еще раз, смотри. Немножечко слабо. Вот здесь агрессивно, но здесь это красная карточка. То есть вопрос, чего? Они одинаково друг друга толкают. Только один помощнее, второй помельче. Еще и симулировать любят. Так еще второй и первый начал. Второй, первый, первый, второй. Да какая, просто смотрите. Именно в степени вот этот толчок желтая, а вот этот красная. Сила, условно, ну проще говоря. То есть толкнул сильнее, агрессивнее, это красная. Толкнул бы легче, была бы желтая. Да, решение остается в силе. Желтая красному, красная. То есть еще раз. Один игрок в красном, первый толкнул игрока в черном. Игрок в черном точно так же ответил красному. Так же толкнул грудь. Ну, может быть, чуть-чуть посильнее. Красный упал и симулировал. Получается, первый толкнул желтая. Второй ответил красный. Ну ладно, смотрим этот замечательный матч дальше. Итак, агрессив в меньшинстве проигрывает со счетом 1-0. Струн делает, классный пас. И футболист имеет возможность забивать мяч. Но падает и что-то крючит в судье. Надо бы посмотреть повтор, думаю я. Но я-то думаю, а агрессив смотреть повтор уже не может. Потому что в прошлый раз они взяли челлендж. И так как судья оставил свое решение в силе, челлендж сгорел. Но давайте посмотрим повтор. И послушаем комментатора сначала. Смотрим мы еще раз, как здесь все происходило. Вот, смотрите, какой интересный эпизод. Судья здесь показывает. Я повтор смотреть не буду. А давайте вот я лично прокомментирую. Что бы произошло, если бы судья заинтересовался этим моментом. Ну, здесь футболист Эгресси обыгрывает защитника Тудротс. Перед ним ворота. Он выходит один на один. И его держат за руку. Очевидно, держат за руку. Если кто-то смотрел последний матчелся, то он может сделать вывод. Даже за такой захват ставится пенальти. И показывается красная карточка. Ну, в данном случае можно было обойтись оранжевой. Но, возможно, и красной. То есть пенальти и удаление. То есть виртуально Эгресси все еще проигрывает Тудротс со счетом 1-0. И играет в десятером. Но у самих Тудротс уже 9 человек на поле. И в ворота Тудротс назначен пенальти. А вот реально Эгресси проигрывает 1-0. Играет в меньшинстве. И пенальти никакого нет. Ну, мы дальше смотрим. Тот самый неудаленный Фортуна. Проходит вдоль лицевой линии и бьет мимо ворот. Вроде все нормально. Но что-то игрок Эгресси страдает, а его партнеры просят вар. Я видел, я видел, я поставил туда. Добился этого удаления. А это не опасно? А сегодня ты смотрел игру? То же самое. Сразу скажу, что не смотрел. Высший реча. Высший реча. Здесь ссылаются в предыдущие игры. Судья вар опять смотреть не хочет. А Эгресси челлендж взять не могут. Но, как всегда, можем взглянуть на этот эпизод мы. Напомню, что у Фортуны уже есть желтая. Ну, тут вроде ничего не видно. Но удар мимо и человек страдает. Но еще один повтор. Вот Боря Фортуна далеко отпускает мяч. Здесь игрок Эгресси уже ставит свою ногу на мяч. Но Боря все равно идет прямой. И шипами. Это минимум оранжевая. Такие показывают либо красная, либо оранжевая. Да, случайно. Но когда-то за такие эпизоды показывают красные. И для таких эпизодов медиалиги изобрели оранжевую. То есть, еще один игрок тот раз должен быть. Хотя этого уже удавяли. Так что про виртуальное и реальное уже нельзя рассказывать. Но очевидно, что судья опять дико косячит. И не хочет смотреть повторы сам. А я смотрю и радуюсь от того, что меня в тот момент нет на бровке. И это играет не моя команда. Потому что я бы, наверное, уже уводил команду с поля. Потому что моя команда просто уничтожена арбитром. И в случае с Эгресси, видимо, не до конца. Потому что судья засчитывает вот такой вот мяч. Встречают его. Вытеснили. Почти отобрали. Но это именно что почти. А вот теперь уже не почти. И пошла атака Тудроц. Передача по центру. Сложное решение. Выводят на удар. Кутоз 2-0. 2-0. Ну скажите, а что такого хороший гол? Только вот на скамейке Эгресси в этот раз творится такое. Там пинают бутылки. Там вообще творится дичь полная. Что судья, хоть и не нужно, по идее, не хочется, но идет смотреть вар. Ну мимо пролетает. И такой сначала говорит. Не-не, ничего не было. Все чисто мимо пролетает. Ну давайте вот мы с вами еще раз посмотрим. Ну здесь же очевидный удар шипчиками по стопе в области щитка. Тут бы, я думаю, уже и Эгресси ушли из поля. Но хорошо, что судью спасает комментатор. Который говорит, ну это же фола щита. Чуть-чуть дальше продолжается момент. Есть ощущение, что попали все-таки по ноге. Вот посмотрите, у него болевая реакция явная была. То есть не просто так. Давайте еще раз посмотрим. Здесь мы не увидим. Вот были интереснее повторы. Вот может быть этот. Вот этот эпизод здесь показательный. Аликс. Да, если мы тогда сюда ставим. Вот момент. Вот лучший повтор. Вот. Да. Фух. Ну ладно. Тут спаслись. Посмотрел. Хотя ведь мог и не смотреть. Вот мог. Ну если бы так громко не кричали игроки Эгресси. Если бы кидали бутылки. Ну и это еще не все. Был в первом тайме еще один момент. Саня, Саня, забыл. Смотрим сами этот эпизод. Ну как мне кажется, это... Ну здесь контакт был. Как вы понимаете, судья здесь пенальти тоже не поставил. То есть ошибся уже не в пользу Тудроц. Хотя уже сейчас не в пользу. Сложно говорить, потому что... Просто сломал человек. Сломал Эгресси. Просто сломал. Так получилось. Не специально. Просто вот так вот. И достаточно смешно было слышать вот эти вот слова. Некита, который снял не классика. За вас или не за вас, но факт остается фактом. На втором тайме, конечно же, Эгресси в меньшинстве было тяжело. Они пропустили второй гол, потом третий. Но забили красным мячом. Для тех, кто знает медиалегию, ты можешь взять на 3 минуты красный мяч и гол засчитается за 2. А после этого при счете 3-2 в пользу Тудроц. Судья не поставил ворота Тудроц. И еще одну точку. Держит же, чистая. Которого выпустили, когда казалось соперник только добить осталось. А как бы не так. Вот здесь мы падение видим в штрафной. Итак, подведем итог. На мой субъективный взгляд, и я думаю, что большинство непредвзятых людей меня поддержит. А я непредвзят и отношусь к Тудроц с большей симпатией, чем к Эгресси. Ну так вот. На мой субъективный взгляд, судья не удалил Бориса Фортуну. Или зря удалил игрока Эгресси. Тут один из двух. Судья не назначил один пенальти в ворота Тудроц. И не показал красную карточку защитнику Тудроц. Судья не показал вторую желтую Фортуни или оранжевую карточку. И опять не пошел смотреть вар. Это уже 3,5 ошибки. Потому что там двойное наказание было бы уже. За полтора его засчитаю. Судья действительно 3,5. А, ну еще, да. Еще половиночку. Судья засчитал гол, который потом отменил. Но если бы не комментатор, не отменил бы. Да, судья не поставил пенальти в ворота Эгресси. Но и судья не поставил пенальти в ворота Тудроц при счете 3-2. Где-то 5-1. Где-то примерно так могло быть. Ну, 4,5-1. И все результативные. Жаль Эгресси. Конечно же, это там не предвзятое, ничего не такое. Ну, просто поплыл судье. Вот такой неудачный день. Я думаю, у всех у вас, наверное, такие бывали. Когда вышел на улицу и как-то все сразу не задалось. Ошибка за ошибкой. Но такой дичи, честно, я еще не видел. Это был Егоров. Пишите комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok